14 октября куряне сделали свой выбор. В единый день голосования жители региона выбирали новый состав органов местного самоуправления. Самая масштабная кампания прошла в Курске, как голосовали в областном центре, а также результаты муниципальных выборов в нашем сюжете. Губернатор Александр Михайлов с супругой Валентиной Николаевной по традиции на избирательный участок пришли одними из первых. Глава региона подчеркнул, взаимодействие всех структур власти позволило Курску выйти на достойный уровень развития. Администрация области, администрация города работают в одном ключе. И вот эта спайка, объединение, что ли, с подключением, кстати, нас поддержало абсолютное большинство населения города, за что я жителям благодарен, предпринимательское сообщество. И вот хотелось, чтобы вот это в динамике было продолжено. Именно это и есть наша главная цель. За это я, собственно говоря, и голосовал сегодня. Куряне голосовали за тех, кому доверяют. Сориентироваться помогали информационные материалы. В очереди к кабинке для голосования будущие мамы. Избирательный участок в перинатальном центре. Здесь проголосовало 36 курянок. Для меня очень важно, чтобы была стабильность постоянно, чтобы о нас кто-то заботился, помогал. Свой голос к маминому присоединили и новорожденные. Избирательный участок в Курском музыкальном колледже-интернате слепых. Здесь голосуют в том числе и люди с ограниченными возможностями. Однако права их никто не ограничивает. Свои голоса они отдают наравне со всеми. За этим участком было закреплено 79 людей с ограниченными возможностями. Слабовидящим избирателям помогала электронная лупа. Избирательный участок номер 148. С самого утра избиратели шли сюда целыми семьями. Мы должны голосовать. Если мы не будем голосовать и высказывать свое мнение, это наше мнение, это наша, не знаю, ответственность, то что будет тогда с Россией? По предварительным данным избиркома Курска, за депутатов горсобрания проголосовало чуть больше четверти населения города. Победу на выборах одержали единороссы. На их счету более 47% голосов. Таким образом, Единая Россия взяла 20 мандатов из 34 возможных. Мы вели очень серьезный диалог с нашими курянами. Мы вели предвыборную агитационную работу честно и очень добросовестно. Вот мы втроем провели около 400 встреч. Это десятки тысяч курян, с которыми мы разговаривали, которые нас услышали, которые задали нам вопросы, которые внесли нам предложения. И просто сегодня уже нет права их подвести. В городское собрание избраны также семь представителей КПРФ по два мандата у «Справедливой России» и ЛДПР, плюс три депутата, которые участвовали в выборах в порядке самовыдвижения. Первое заседание Курского городского собрания нового созыва должно состояться уже через 30 дней после выборов. Представители партии отметили, что приоритетными станут программы по поддержке семьи и детей. Юлия Комкина, Андрей Дегтярев, Максим Леонов, Телеканал СЕИМ.